Компания Samsung не так давно с флагманским планшетом Galaxy Tab S4 представила новый Tab A Это продолжение уже, я вот не побоюсь этого слова, легендарной линейки Tab A Которая очень пользуется популярностью, вот в прошлом году просто рвала продажи И он позиционируется как семейный планшет То есть тут очень много программных решений, которые позволяют пользоваться вот этим устройством Сразу нескольким пользователям и самое главное детям В общем давайте разбираться, что же может Tab A 2018 года Поехали По сравнению с прошлогодней моделью изменений в дизайне не так много, но они есть Корпус выполнен из пластика, но с soft-touch покрытием, что позволяет не только комфортно его держать Но и такое покрытие совсем не собирает отпечатки Кроме камеры и вспышки на задней части выделить больше нечего А вот торцы планшета задействованы полностью На нижней грани расположен порт Type-C для зарядки и два динамика Сверху расположились еще пара динамиков и аудиоджек На правой грани механические кнопки блокировки и регулировки громкости На левой грани находятся коннекторы под чехол клавиатуры Вот в таком режиме это отличное офисное решение Потому что набирать текст на такой механической клавиатуре намного удобнее, чем на дисплее Немного расскажу вам про звук Tab A Он очень хорош и даже поддерживает Dolby Atmos Громкости четырех динамиков лично мне хватает с головой Но производитель больше делал упор даже не на саму громкость, а на качество и объемность Для просмотра фильмов именно то, что нужно Ты прям находишься внутри происходящего Ну и в играх это круто Что же касается лицевой поверхности, то здесь изменения более заметны Ведь навигационных клавиш и механической кнопки уже нет Они теперь наэкранны За счет этого удалось сделать рамки тоньше Сам экран имеет диагональ 10,5 дюймов с разрешением 1920х1200 Соотношение сторон 16 к 10 При увеличенной диагонали в сравнении с предыдущей моделью, как я уже говорил, рамки стали меньше, но не минимальны Поэтому пользоваться планшетом, держа его в одной руке, все еще удобно и ложных касаний не будет Матрица имеет максимальные углы обзора и реалистичную цветопередачу, которая присуща PLS-дисплея В целом, при просмотре видео, каких-либо нареканий на качество изображений у меня нет Картинка имеет хорошие цвета Между стеклом и дисплеем отсутствует воздушная прослойка, поэтому кажется, что сам экран лежит прямо на поверхности Samsung Top A работает на Android 8.1 и спрятан под фирменной оболочкой Samsung Experience Как и внешний вид, так и сама работа операционной системы мне нравится А реализация многопользовательского режима – это хороший плюс Она позволяет для каждого члена семьи создать собственный аккаунт со своим набором приложений и настройками Например, для ребенка можно отобрать только нужные, по вашему мнению, приложения и игры Что касается процессора, то он здесь восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 450 С тактовой частотой до 1,8 ГГц Графический ускоритель Adreno 506 Оперативной памяти 3 ГБ, встроенной 32 ГБ Но есть возможность расширить при помощи карт памяти до 400 ГБ через отдельный слот В который LTE-версии можно еще вставить наносим и пользоваться 4G Естественно, Tab A не претендует на роль мощного игрового решения, ведь для этого есть Tab S4 Но при этом в PUBG вполне комфортно играть на низких настройках Ну и World of Tanks тоже прекрасно идет, поэтому, знайте, танчики работают Проверено Что касается повседневных задач, то все работает очень шустро Tab A не стали оснащать сканером отпечатков пальцев А реализовали разблокировку по лицу, которая по скорости сопоставима с работой сканера отпечатков Пару слов про камеры, хотя я объективно понимаю, что вряд ли вы будете ими пользоваться Но они тут есть, поэтому пару слов мы все-таки скажем Основная камера на 8, фронтальная на 5 Мп По набору функций вполне не уступает камерам среднебюджетных смартфонов Есть не только HDR, но и ночная съемка Примеры фотографий сейчас перед вами Судите сами Что касается фронтальной камеры, то тут есть возможность размытия заднего плана при съемке с селфи Переходим к автономности Аккумулятор на 7300 мАч В целом для серфинга в интернете запаса аккумулятора хватает до 15 часов работы Что довольно-таки неплохо Я считаю, что этот показатель очень даже неплохой Учитывая, что это планшетный ПК Тем более вот с таким позиционированием семейным Мне кажется, это отличный показатель автономности Вот чего не хватало Быстрой зарядки Вот если бы еще она была, было бы вообще все прекрасно А так придется стоять на ночь При покупке в Цитрусе до 4 ноября 2018 В подарок Galaxy Tabba будет идти вот такая док-станция Pogo Charging Dog для зарядки С нее очень удобно смотреть видео или читать книгу за столом Подробности по ссылке в описании Подводя итоги Он отлично подойдет для просмотра фильмов Благодаря не только хорошему экрану, но и отличному звуку Запаса автономности хватит для многодневного использования Как в развлекательных целях, так и в рабочем режиме А многопользовательский режим вообще упрощает пользование планшетом всей семьей Ведь каждый сможет настроить свой профиль именно для себя Это семейный планшет Что еще добавить? Если понравилось это видео, ставьте лайк Пишите в комментариях, что думаете о Galaxy Tab A 2018 года Обязательно подписывайтесь на канал Всем хорошего дня и яркого настроения Пока! Субтитры сделал DimaTorzok